Сегодня мы с вами приготовим торт Битое стекло. Иногда его еще называют торт Мозаика. Он очень нежный, яркий и вкусный. В процессе приготовления этого торта есть три основных этапа. Это приготовление цветного желе, выпекание бисквита и приготовление сметанного желе. Вот так по этапам я вам буду показывать. Этап номер один. Мы готовим цветное желе. Я покупаю в магазине три вида желе. Оранжевое, зеленое и красное. Может быть вишневое, может быть клубничное. Приготовить желе очень просто. Смотрите, на обороте пакетика написано. Единственное, что я уменьшаю количество воды. Здесь у меня 90 грамм сухого вещества. Его надо растворить по инструкции 400 мл кипятка. Я беру 350 мл кипятка, чтобы желе было более плотное. Так как желе готовится заранее, то вчера я развела это желе, залила формы и поставила в холодильник. Для приготовления бисквита я беру 3 куриных яйца, полстакана обычного стакана муки, полстакана сахара, ванильный сахар 10 грамм и разрыхлитель для теста. Беру пол чайной ложки разрыхлителя и смешиваю его с мукой. Пакет ванильного сахара 10 грамм, добавляю к обычному сахару и перемешиваю. Для приготовления бисквита я беру теплые яйца. Я их заранее достаю из холодильника, они уже комнатной температуры. Яйца я помыла и сейчас будем их взбивать. Взбивать яйца вы можете обычным венчиком, ручным миксером или, как я, планетарным миксером. Будем взбивать на средней скорости. Теперь к взбитым яйцам я постепенно добавляю сахар и продолжаю взбивать. Весь сахар я сразу не забрасываю. Так лучше взбивается бисквит, более пышный будет. Теперь добавляю постепенно муку. Тоже я сразу всю не забрасываю. И на средней скорости будем перемешивать тесто вместе с мукой. Выпекать бисквит я буду в форме диаметром 24 см. Дно формы я застелила пергаментом и смажу дно и бока растительным маслом. Я беру оливковое, можно брать подсолнечное, можно брать сливочное масло, можно брать кокосы. То есть любое масло, которое у вас есть, смазывайте. Переливаем бисквитное тесто в форму, разровняем его и поставим в горячую духовку. Слегка встряхиваем форму и я ставлю бисквит в духовку, разогретую до 160 градусов. Выпекать бисквит я буду 35 минут. Температуру в духовке я буду поднимать постепенно до 180 градусов. Вот я поставила в духовку, у меня температура 160, и за 18 минут я ее постепенно подниму до 180 градусов. Главное при выпечке бисквита, чтобы вы духовку не открывали. Если вы откроете духовку, бисквит очень быстро у вас осядет. Прошло 4 минуты, как я поставила бисквит в духовку, и я температуру поднимаю на 5 градусов. 165 градусов. Вот так, изменяя температуру каждые 4 минуты, я доведу температуру до 180 градусов и буду выпекать уже до конца. Прошло 33 минуты с момента, как я поставила бисквит в духовку. Духовку я не открывала. Сейчас я выключаю духовку и еще на 5 минут оставлю бисквит в духовке. Бисквит готов. Можно для уверенности еще попробовать зубочисткой, это где-то в центр бисквита. Все, полностью сухая зубочистка. Отдаем остыть в форме, а потом достаем из формы. Прошло 15 минут, и я аккуратненько буду снимать форму и доставать бисквит. Если где-то немножко он у вас по краям к форме прилип, аккуратненько так можете лопаткой пройтись, отделить от формы. Все, сняли просто бисквит и еще дадим ему полностью остыть. Бисквит полностью остыл и мы разрезаем его пополам. Ту часть, которая у вас такая более ровная, красивая, мы оставляем как дно. А вторую часть мы нарежем на кубики. Нарезаем бисквит на произвольные кубики. Больше, меньше, это уже зависит по вашему вкусу. Ну, совсем маленькие не надо делать. Такие где-то средние кубики. Кубики могут быть разного размера. У нас же торт называется битое стекло, поэтому осколочки могут быть разного размера. Нарезаем кубиками фруктовое желе. Делаем такие полосочки. Может быть, я так делаю где-то сантиметра два, не очень мелкие. И так все три вида желе, у меня абрикосовое, киви и вишневое, нарезаем кубиками. Нарезанное желе пересыпаем аккуратненько в мисочку. Аккуратно в мисочке, вот так все три вида фруктового желе перемешиваем. Третий завершающий этап. Нам понадобится 400 грамм сметаны, 20% и выше, 200 грамм или сахара, или сахарной пудры. Я взяла сахарную пудру, 25 грамм желатина и 2 трети стакана кипятка. Что я буду сделать? Я буду взбивать сметану с сахарной пудрой и растворю желатин в 2 трети стакана кипятка. Но вы сами смотрите на пакетики, что там написано. И так растворяйте. Здесь 25 грамм быстро растворимого желатина. Сначала я на средней скорости буду взбивать сметану, а потом постепенно буду добавлять сахарную пудру, пока не засыплю и не взобью всю сахарную пудру. Согласно инструкции, мне надо 2 трети стакана кипятка, чтобы растворить 25 грамм желатина. Ну вот я приблизительно так налила. Если меньше, то не страшно, будет более плотный тогда желатин. Так выливаю в мисочку кипяток и высыпаю туда желатин. Мне нужно, чтобы он полностью растворился. Желатин полностью растворился. И мы тонкой струйкой заливаем горячий желатин, взбитую сметану с сахаром и еще, когда все залем, секунд 30 будем взбивать. Берем сметанное желе и заливаем этим желе наше фруктовое желе. Вот так аккуратненько кубики все перемешиваем. До того, как вы начнете взбивать сметанное желе, вам надо заготовить форму. Вот это та же форма 24 сантиметра. Я ее застелила пищевой пленкой, дно и бока. Теперь вот эту половину сметанного желе я переношу сюда в форму. Работаем быстро, потому что желе у нас очень быстро схватывается. Поэтому мы будем работать с вами быстро. Формочку слегка встряхнули, разровняли. Теперь сверху на половину вот этого желе переносим нарезанный бисквит. Аккуратненько тоже его выкладываем сюда. И разравниваем. Кусочки бисквита теперь мы закрываем вот этим оставшимся желе. Окончательно вот так вот встряхиваем. Окончательно выравниваем. И теперь сверху мы накрываем бисквитом. Так вот аккуратненько слегка прижимаем. Накрываем бисквитом. Закрываем тортик сверху. Вот так вот я слегка прижала бисквит. И хотя бы на 2 часа ставим в холодильник. Ну, обычно я как готовлю вечером и ставлю до утра в холодильник. Но хотя бы на 2 часа. Желе оно быстро схватывается. Может быть и через час будет готово. Все, отправляем в холодильник. У меня торт постоял полтора часа в холодильнике. Я думаю, что он схватился. Сейчас мы его будем переворачивать. Я свой торт держала в холодильнике совсем недолго. Полтора часа. И вы видите, что он уже схватился. Но чем дольше вы подержите торт в холодильнике, тем он схватится лучше и вам будет его легче разрезать. Наш яркий, красивый торт готов. Так что готовьте и получайте удовольствие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...